Здравствуйте! Сегодня обсудим такую важную штуку, как методы исследований в области физической культуры спорта, правильного питания и так далее. Потому что если беседуют два человека на какую-то тему по физическому воспитанию, либо по правильному питанию, и один из них говорит, а я вот смотрел там исследование, туда-сюда, они говорят о том, что нужно делать так, либо не так. И второй такой, ну, разбитый аргументами. Но, если вы человек, который достаточно хорошо понимает и знает, как устроен наш организм, как он работает, если у вас есть опыт в тренировках других людей, то вы понимаете, что отрасль физического воспитания, она как бы такая, где научные какие-то исследования не всегда говорят. о том, о чем они говорят. То есть они не всегда, скажем так, объективны. Потому что в самолетостроении, в металлургии, в кораблестроении, научные исследования – это хорошо. Там, ну, в технических каких-то отраслях, там все намного проще. А просто организм человека учитывает намного больше факторов. Вот. И наведу пример из своей жизни, где научные исследования, которые, возможно, были, возможно, нет, на основе этих данных, которые с меня собирали, показали бы, или показали, если не все-таки были, совершенно необъективные данные. Значит, когда мне было 15 лет, я поступил в лицей с усиленной военно-физической подготовкой. В 17 лет я выпустился, поручившись там 2 года, и на входе и на выходе нам сделали замеры. Рост вес, там грудная клеточка, значит, показатели силы на ручном динамометре. Значит, и когда я поступил туда, я сжал ручной динамометр, по-моему, где-то на 62 килограмма. Когда я выпускался, я сжал его, на сколько я сжал его, где-то на 59, ну, короче, на пару килограмм меньше. Я проучился там 2 года, на входе, когда я поступил, я подтягивался 17 раз. Бегал хорошо, то есть для экзаменов это было более чем достаточно, но при выпуске я бегал намного лучше. При входе я отжимался 50 плюс раз, ну и так далее. Значит, при выпуске я отжимался более 100 раз, подтягивался более 22 раз и бегал, ну, намного лучше, чем когда поступил. И тем не менее, показатели, объективные, казалось бы, показатели, которые замеряли умные люди в белых халатах, в толстенных очках, вот такие вот данные собрали. И мне сказали, что вот ты, товарищ, потерял в силе, ты сдеградировал, значит, пока учился. Вот. Несмотря на то, что в мышечной массе я добавил где-то килограмм 15. Вот. А в чем проблема на самом деле? Проблема в том, что, скажем так, показатели были замерены не там, где можно было бы заметить какие-то изменения, потому что показатели были замерены именно на той мышечной группе, которая у меня работала меньше всего. Потому что, если копнуть глубже, то можно узнать, что до того, как я поступил в это заведение, я жил в частном доме, у меня был огород, у нас был огород, сад. Ну и я не ленился, как все нормальные дети, работать, там землю копать, гвозди забивать, ну, в общем, всякую такую банальную фигню, которая очень хорошо включает работу предплечья. Потому что те, кто работали возле дома на земле, знают, что работаете вы граблями, сапкой, лопатой, это очень хорошо тренирует предплечье. Дальше, пока я там учился, в этом заведении я, естественно, лопатой почти не работал. Граблями почти не работал. Естественно, предплечье немножечко, немножечко атрофировалось. Но все остальные группы мышц подросли, я стал сильнее, крупнее в плечах. Ну, это было видно, потому что я входил где-то, наверное, в пятерку или в десятку самых физически развитых ребят из этого заведения. Но, тем не менее, умная тетя в белом халате и толстых очках говорит, ты, значит, атрофировался за это время. Вот. И представьте себе, если эта тетя вела научное исследование, она, по-моему, была каким-то заслуженным медиком, и что-то там она писала постоянно, какие-то работы она делала. В принципе, эти данные мог взять какой-то студент из какого-то медицинского учреждения, либо с какого-то спортивно-физкультурного института, университета, академии, и сделать на них какие-то выводы. А какие выводы можно было бы сделать? А выводы такие, что дети из сельского населения в лицах с усиленной физической подготовкой, с усиленной военно-физической подготовкой деградируют на физическом плане очень сильно. Также можно сделать вывод, что я разжирел, ведь, значит, показатели массы тела увеличивались на 15 кг, а сила упала, значит что? Значит разжирел. Вот такие выводы смешные можно сделать. Потом их можно вписать в какую-то книжечку за 30 рублей, и распихать по всем каким-то ларечкам, по всем каким-то магазинам и продавать. И будут читать люди, которые потом будут своим друзьям говорить, а вот я вычитал, что вот такие вот пирожки. Вот, поэтому, да, могу еще один случай навести. Значит, на втором или на первом курсе, нет, на первом курсе, в этом же заведении нас водили в военкомат. Там тоже делали всякие замеры и так далее. И что нам замерили? Ну, помимо роста веса и всякой такой фигни, нам замерили объем грудной клетки. Получилось, что у одной роты, у всех показатели между вдохом и выдохом были буквально пару сантиметров, а должны быть по нормам, ну, больше, там, 10 сантиметров или как-то так, у здоровых ребят. А у второй роты все нормально. В чем же проблема? Вот представьте себе, сидит какой-то умный человек, человек науки, какой-то умный медик смотрит на эти данные и не может понять, почему у одной роты, у половины лицеистов все очень хорошо, а у второй половины все очень плохо. Ответ очень прост. Ответ состоит в том, что просто медсестра, на которую попала первая рота, у нее были, ну, скажем так, руки и задницы, и она не смогла нормально померить эти данные. Вот и все. Вот, поэтому когда говорят о научных каких-то данных, о каких-то исследованиях, что вот нужно делать так, ну, понимаете, для людей, которые разбираются в этой теме, это не стопроцентный аргумент, это, скажем так, возможно, будет ориентиром для того, чтобы пересмотреть какие-то свои методы, может быть, что-то попробовать новое. Но ни в коем случае это не может считаться каким-то железобетонным аргументом, что нужно делать так или не так, или иначе. Ну, и если обратить внимание на фитнес-индустрию и метод тренировок питания, который там продвигается, то, конечно, очень много печальных моментов, чего стоит база до отказу, которую внедряют всем и мужчинам, и женщинам, и молодым, и старым, и больным, и здоровым, и грудным детям, наверное, скоро будут это самое давать, то же самое по питанию, 3 грамма белка на килограмм массы тела, вы, извините за выражение, будете срать этим белком, если будете есть в таких количествах его, но, тем не менее, вот, опять же, можно найти научных данных на любой вкус и цвет, и продвинуть абсолютно тупорылую какую-то идею, какие-то утверждения, совершенно противоречащие здравому смыслу. Вот, поэтому, когда мне говорят, вот, научные исследования показали то и то, вот я тебе показываю результаты научных исследований, и если я считаю их абсурдными, то я покажу дулю и буду совершенно прав. Ну, в процентах, наверное, в 99 случаях, потому что, по большому счету, все принципы и фишки физического развития, физического воспитания, правильного питания, ну, процентов 90, как минимум, они просто очевидны и видны, если вы работаете с энтузиазмом, если вы любите свою работу, ну, я имею в виду тренеры, которые тренируют своих подопечных, и даже если вы просто сами тренируетесь, то вы очень-очень много чего видите, поэтому, если вы чайник, тогда вообще не слушайте никакие там научные исследования. Если вы тренер, то, ну, опять же, вы понимаете, вы понимаете, о чем я говорю, поэтому чайникам советую не слушать какие-то научные аргументы, значит, результаты исследований, которые за, либо против той или иной точки зрения. Я вам хотел бы больше, наверное, посоветовать найти тренера, у которого есть свое мнение, у которого есть свои мозги, потому что если возле вас есть специалист, у которого есть свои мозги, то этого специалиста очень сложно ввести в заблуждение, и какие-то модные научные данные ему бы не предлагали, если он знает свое дело, он на это не поведется просто, ну, и, соответственно, не даст войти в заблуждение вам. А на сегодня все. До новых встреч.